Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается День строителя. Обладатели одной из самых благородных профессий собрали накануне праздника в городском театре. Заместитель главы Светланы Яровая вручила почетные грамоты и благодарности муниципалитета лучшим представителям этой профессии, среди которых токари, электрогазосварщики, водители, бетонщики и прорабы, руководители строительных фирм. В числе надежных застройщиков, которых отличают качество и скорость работы, были названы завод железобетонных изделий фирмы «Вектор», строитель «Фея». В этот торжественный день для них выступали артисты, вокальный ансамбль «Россы», ансамбль спортивного бального танца «Альянс», «Центр развития ребенка». Песни, танцы, стихи и благодарности за созидательный труд звучали для строителей в городском театре. В Анапе сохраняется пожароопасность самого высокого пятого класса. В селе Суко прошли учения муниципальной службы спасения добровольных пожарных дружин сельских округов. В условиях труднопроходимой местности отработали навыки тушения огня. Всего задействовали 7 единиц техники, 3 пожарных расчета, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 3 машины-добровольцев. Спасатели и представители добровольных пожарных дружин отработали навыки по прокладке магистральных линий и подаче воды с использованием пожарных мотопомп. На построение полное боевое развертывание и подачу воды к ромке пожара спасателям понадобилось около 20 минут. Пожароопасный сезон, такие учения необходимы. 1 сентября анапские кадеты должны справить новоселье в новом капитально отремонтированном здании в поселке Пятихатке. Долгожданный момент для мальчишек и их родителей. Под угрозу срыва эти планы ставит директор кадетской школы, проявляя поразительную для его должности бесхозяйственность. В Пятихатках побывал глава курорта с тем, чтобы лично оценить ситуацию. 15 лет кадетская школа имени героя Советского Союза Николая Старшинова на птичьих правах ютилась в арендуемых помещениях. Здание для кадетов нашли в старой, расформированной когда-то школу в Пятихатках. И в прошлом году пошло мощное финансирование. 20 миллионов рублей из бюджета города на капитальный ремонт. Сегодня бывшую поселковую школу не узнать. Фасад современного, ничуть не уступающего городским зданиям. Многофункциональная спортивная площадка, собственная котельная, просторные светлые помещения и пищеблок. Казалось бы, заходи и начинай учебный процесс. Но у городских властей есть основания сомневаться в том, что нынешний директор справится с этой задачей. Недочетов в работе масса, но исправлять их Виктор Баканов не спешит. Одно из решений главы – провести ревизию учреждения. Выяснить финансовое состояние и проверить материально-техническую базу. Сергей Сергеев выяснил все проблемные вопросы, осмотрел классы и хозяйственные помещения школы. И дал поручение своим заместителям, потребовав приложить максимум усилий к тому, чтобы школа распахнула свои двери 1 сентября. Летом дороги Анапы перегружены транспортом. Естественно, водителям не хочется стоять в пробках. Особенно ретивы умудряются нарушать правила дорожного движения даже на центральной улице Крымской. Здесь выделена полоса движения автобусов, которую ясно видно по дорожной разметке и знаками на каждом перекрестке. Это значит, что запрещена остановка движения автомобилей, возможно, только в одном направлении. Но далеко не все водители подчиняются этому правилу дорожного движения, рассчитывая, видимо, на «вось повезет проскочим». Некоторые иногородние водители в разговоре с сотрудниками ГИБДД пытаются оправдаться, что, мол, заблудились, или послушали совет таксиста или другого водителя, как проехать. Но ответ для всех один – не нарушайте правила движения, они едины по всей России. Придорожная торговля курорта постепенно меняет облик. Собственники арендаторов магазинов и сельскохозяйственных рынков, расположенных вдоль въездных в Анапу трасс, прислушались к высказанным городским властям замечаниями, наводят на своих территориях порядок. Народный контроль Анапы оценивает качество пассажирских перевозок. Группа народных контролеров выходит на городские и пригородные маршруты. Волонтеры изучают работу общественного транспорта, в том числе опрашивая пассажиров из-за слов людей, определяя наиболее острые проблемы. Контролеры работали на городских маршрутах номер 17 и 24, а также пригородных номера 105, 106 и 110. Основное, на что обращали внимание проверяющие – наличие информационных табличек, санитарное состояние салона, внешний вид водителя. К сожалению, работа контролеров выявила ряд существенных недостатков – грязные салоны, порванные сидения, отсутствие информации об обслуживающих маршрут водителя. В ходе рейда было проверено 42 транспортных средства. На водителя, не соблюдающих правила и требования к осуществлению пассажирских перевозок, были составлены протоколы о нарушениях. Сумма штрафа варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей. А после трех протоколов с водителем могут расторгнуть договор на право перевозок. Очистить пляжи Анапы от несанкционированной торговли и услуг, которые явно противоречат закону. Такие задачи стоят перед рейдовыми группами, состав которых сотрудники администрации города-курорта, полиции, ветинспекции. На пляже Пионерского проспекта рейдовая группа сразу же обратила внимание на детский аттракцион. Территория рядом, да и сам батут в непригодном антисанитарном состоянии. Если нарушения не будут устранены, надувной бизнес придется свернуть. Рядом с батутом расположились две торговые точки сладкой кукурузы и, как выяснилось, незаконные. На месте комиссия не смогла познакомиться ни с владельцами, ни с продавцами в вареных початках. Оборудование оказалось бесхозным, тем не менее следы жизнедеятельности сохранились. Члены рейдовой группы обнаружили здесь незаконное использование электроэнергии. Нарушители самовольно подключились к счетчику, протянув кабель по песку, совсем забыв о мерах безопасности новчан и гостей курорта. Незаконное подключение к электроэнергии устранили, а объекты с кукурузой конфисковали. С 4 по 6 августа в детской юношеской библиотеке филиале номер один прошла православно-патриотическая выставка репродукций и постеров картин, созданных выдающимися русскими художниками прошлого и нашими современниками. Посвятили ее 700-летию со дня рождения святого преподобного Сергея Радонежского. Организатором выставки выступил Данилов Монастырь, мужской монастырь Русской Православной Церкви в Москве. Смотрите в итоге мы в выпуске программы. Заместители главы Анапы отчитались о результатах работы за первое полугодие 2014 года. Поток прибывающих на отдых город-курорт не уменьшается. В поселке Витязево решают проблему пробок на дорогах. Сотрудники ГИБДД провели рейд на маршрутах любителей джиппинга. В Анапе проходят учебно-тренировочные сборы по подготовке ко вторым юношеским олимпийским играм. И сейчас обо всем подробнее. Начался цикл отчетов заместителей главы города-курорта о результатах работы за первое полугодие 2014 года по основным показателям, прописанным в указе президента 28 апреля 2008 года номер 607 об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов. В Большом зале администрации собрались руководители службы, ведомств, предприятия и организации города, почетные граждане и представители общественности. Присутствовал заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края Сергей Крутько. В начале совещания рассказавший, какая работа по развитию курортной отрасли в настоящее время проводится на уровне края и каковы ее результаты. Серьезно увеличились налоговые поступления, продолжает расти туристический поток, идет процесс классификации средств размещения. Глава города Сергей Сергеев предоставил слово своему первому заместителю Светлане Яровой, курирующей вопрос из земельных, имущественных и правовых отношений, градостроительной деятельности и муниципального контроля. Светлана Яровая доложила об актуализации очереди на улучшение жилищных условий, выделение участков многодетным всеми и обеспечение земельных массивов инфраструктурой. Сегодня Анапа занимает третье место в крае по воду жилья в эксплуатацию. В настоящее время введено 130 тысяч квадратных метров. Продолжается работа по увеличению количества мест в детских садах путем реконструкции действующих учреждений. Продолжается борьба с самовольным строительством. С начала года подано исковых заявлений 125. Это исковые заявления не значат о сносе. Здесь и приостановка деятельности, и изменение целевого назначения, ну и, впоследствии, на сносе. Демонтировано 32 объекта лекаритальных в текущем полугодии, и один объект снесен. Печально известный дископад «Пират» поступало очень много жалоб, как от населения, так и от битвы, значит, санатория. На сегодняшний день решение суда исполнено полным объемом. Большую работу в этом направлении проводят специалисты управления муниципального контроля. За полугодия они промониторили 1167 объектов, составили свыше 180 протоколов об административных правонарушениях. Продолжил совещание доклад заместителя главы Яны Дуплякиной, курирующей вопросы финансовой и экономики. Она отметила, что по большинству показателей социально-экономического развития на курорте достигнута положительная динамика. Благодаря этому в рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по темпам роста основных экономических показателей Анапа поднялась с 24-го места на 15-е. Рост зарплаты в санаторно-курортном комплексе составил 16%, в торговой сфере – 12%, в общественном питании – 26%. Продолжается работа по реализации распоряжения губернатора по стабилизации цен на отдельный вид зациально значимых продуктов питания. За отчетный период проведено 412 мониторингов предприятий розничной и оптовой торговли, в том числе 110 выездов народного контроля. В 85 объектах выявлены факты превышения рекомендуемой наценки и нарушения при устроении на месте. Сергей Сергеев указал, что в сельских населенных округах недостаточно платежных терминалов и банкоматов, и поручил провести переговоры с филиалами крупных банков об их установке, особенно в отдаленных населенных пунктах. Среднемесячный размер заработной платы в муниципальном образовании по итогам первого полугодия составил 23402 рубля. Это пятое место в краевом рейтинге по темпу роста размера зарплаты, имевшаяся задолженность по зарплате погашена полностью. Проведена большая работа по легализации субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги размещения и краткосрочного проживания, в результате которой только за период с 1 июня по 31 июля 2014 года на налоговый учет поставлены 1162 индивидуальных предпринимателя и 17 юридических лиц, занимающихся данной деятельностью. Итоги совещания подвел глава курорта. Меня не устраивает это положение, которое уже сегодня есть. Еще раз хочу повториться. Да, многое сделано. Сегодня мы удовлетворили всем нужным населением по благоустройству, по комфортности проживания, по электричеству, по воде, по канализации, по дороге, по освещению. Вот основные пять пунктов, на которых мы каждый день работаем. А также мы тратим и будем увеличивать и зарплату, и обеспеченность, и ремонт нашей школы, детских садов и так далее. Мы слышали сигнал, что мы намерены еще один детский сад свой. Власти города в ходе совещания выяснили, над чем нужно продолжать работать и в каком направлении двигаться дальше. Поток прибывающих на отдых в город-курорт не умешается. Многие приезжают с семьями на личном транспорте и паркуются, где придется. Брошенные на обочинах дорог машины затрудняют движение общественного транспорта и автомобили оперативных служб. Еще в прошлом году поселок Витязево буквально задыхался от пробок на дорогах. В этом году проблема стоит не так остро. Подробнее в нашем следующем сюжете. Более полумиллиона отдыхающих заехали с начала сезона в Витязево на личном транспорте. Узкие улицы поселка, конечно же, не рассчитывались в свое время на такое количество автомобилей. И уж тем более на парковку по обочинам с обеих сторон. Не помогали запрещающие остановку знаки и лишь на короткое время решали проблему рейды ГИБДД. В этом году городские власти нашли принципиально новый подход в решении транспортного вопроса. По поручению главы муниципального образования города Крутанапа Сергеева Сергея Павловича об снижении заторговых ситуаций на улицах дорожной сети муниципального образования города Крутанапа при поддержке депутата сельского округа Асланова Ставрия Валерьевича и совместно с главой сельского округа Кореофили нами была проделана работа по привлечению на территорию сельского округа специализированной фирмы окажущей услуги по эвакуации задержанных транспортных средств, которые нарушают требования дорожных знаков «Стоянка остановка запрещена», который на сегодняшний день показал, что работа эффективно проводится, здоровые ситуации в Витязево снижены, работа продолжается. Был заключен договор с краснодарским предприятием «Автодрайв», которое предоставило два эвакуатора. Они работают в круглосуточном режиме и в сутки на штрафплощадку доставляется в среднем 25 автомобилей. Штрафплощадка расположена на окраине поселка и занимает площадь 900 квадратных метров, что вполне достаточно. Как показала практика, одновременно она может вместить до 40 легковых машин. В результате проделанной работы за неполный месяц было эвакуировано уже более 500 автомобилей. Тем самым в настоящее время отсутствуют в течение недели, особенно в выходные дни, пробки в поселке, что способствует нормальному движению общественного транспорта в соответствии с графиком движения и создает в целом благоприятное впечатление у дыхающих о городе-курорте Анапе. Плоды от такой работы увидели и оценили жители поселка, гости, пассажиры и водители общественного транспорта. Представьте, вот в автобусе едем, поехали, там находилось до часа, что до завода, по пляжу доезжает маршрутная акция. И час, по крайней мере, это уже в течение 10 минут, даже вот жестко не показывали, вот так было. Ехать стало лучше, быстрее и безопаснее, во-первых, понимаете. Меньше всего, вот те года было, то там кого-то притрю, то там зеркало сломают. Сейчас тоже есть, но намного реже. Поэтому вот спасибо. Очень хорошо стало ездить. Это вообще надо мероприятие проводить и раньше было. И желательно не упускать вот эту возможность, а и на следующий год тоже. Штраф за стоянку в неположенном месте составляет полторы тысячи рублей. Из-за перемещения транспортного средства на штрафплощадку приходится выложить 2225 рублей. Глава Витязевского округа Леонид Кариофили отмечает, что повысилась дисциплинированность водителей личного транспорта. Около 20 специальных автостоянок раньше пустовали. Водители их попросту игнорировали. А зачем ехать на специально предназначенное для парковки место, когда можно оставить машину где угодно, в крайнем случае включив аварийные огни. Теперь стоянки заполнены. Водители не хотят рисковать, оставляя автомобиль под запрещающими знаками даже на короткое время. Анапские предприниматели стараются предложить как можно больше развлечений отдыхающим. Это замечательно, но что если развлечение угрожает жизни и здоровью людей? Джиппинг – экстремальный вид спорта и отдыха, представляющий собой прохождение туристического маршрута по бездорожью на автомобилях. Организаторы таких экскурсий на внедорожниках, что называется, прокачивают автомобиль, переделывают, нарушая правила безопасности. В рейде с сотрудниками ГИБДД на маршрутах любителей джиппинга дежурила наша съемочная группа. В Анапе, чтобы заняться джиппингом, не надо далеко ехать. Предприимчивые владельцы внедорожников проводят экскурсии в окрестностях Анапы, например, по горным дорогам Субсехского сельского округа. Грязный автомобиль – это далеко не все претензии у сотрудников ГИБДД к водителю. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения. Легковые автомобили, созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы, 10 градусов. У вас сколько было? 13,75. Превышает? Прокачка автомобиля приводит порой к изменению его технических характеристик, что в некоторых случаях недопустимо, так как может угрожать безопасности пассажиров и самого водителя. Основные нарушения – это превышение суммарного люфта, переоборудование, нестандартные колеса, вот как вы видите на этом автомобиле, отсутствие ремней безопасности. Невзирая на то, что вступил в силу технический регламент, в котором говорится о том, что даже если транспортное средство не было оборудовано заводом-изготовителем ремней безопасности, владельцы транспортных средств данной категории обязаны сделать переоборудование путем установки на данное транспортное средство ремней безопасности. На нарушителей составили протоколы, им придется уплатить штрафы. Номера на свои транспортные средства они получат обратно после того, как приведут машины в соответствии с требованиями правил ГИБДД. В Анапе объявлен самый высокий пятый класс пожароопасности. В связи с этим специалисты Управления гражданской обороны и защиты населения напоминают жителям-гостям курорта правила обращения с огнем. Пора отпусков и пора отдыха, пора задуматься о безопасности. Лесные и ландшафтные пожары, как результат отдыха, частое явление. Избежать возгорания и трагедии при пожаре можно, выполняя элементарные правила безопасности. В первую очередь действует правило такое. Пожар легче предупредить, чем ликвидировать. Каждый, кто хоть на секунду берет зажигательный предмет в руки, он должен задать себе это правило, насколько он его будет соблюдать. Отдохнуть на берегу, в лесу или дома – законное право каждого человека. Но статистика упрямо доказывает – беспечный отдых заканчивается печально. Ежегодно в России примерно 18-20 тысяч гибнут при пожарах. Тоже здесь нет никакого лукавства. Основной – это человеческий фактор и тоже это в основном состояние алкогольного опьянения. Все пожары, которые происходят в частном секторе или многоквартирных жилых домах – это несоблюдение элементарных правил по обращению с огнем. Курение в постели в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Если он отдыхает в заказнике, в заповеднике, он должен поставить в известность администрацию людей, которые отвечают за эту территорию. Если эта территория малоконтролируема, то значит должен применить все правила предупреждения, а именно, если он хочет развести костер, значит у него должны быть какие-то подпудные ему на данный момент приспособления, которые могут ликвидировать распространение огня. Это могут быть хлопуши, это могут быть ветки деревьев, это может быть простая канистра с водой. То есть, если вы уезжаете на природу, то маломальский запас воды у вас должен быть всегда с собой. В крайнем случае можно использовать огнетушитель, который находится в автомобиле. В сухую и жаркую погоду лучше воздержаться от посиделок в лесу с разжиганием костра. Это же правило действует и для романтиков, отправляющих в небо фонарики с желаниями. Неизвестно, где приземлиться огненная мечта и какие последствия вызовет безобидное на первый взгляд действие. При пожаре, приняв необходимые меры для тушения, звоните 112 с мобильного. Телефон единой диспетчерской службы 32094 и 051 с мобильного. К другим темам. В Анапе проходят учебно-тренировочные сборы по подготовке ко вторым юношеским олимпийским играм, которые пройдут в Китае в конце августа. Как формируется сборная страны, расскажут наши корреспонденты. Олимпийские первые игры в целой череде ответственных турниров. В августе боксерам предстоит помериться силами на чемпионате России, который пройдет в Ростове-на-Дону. Осенью наша сборная по боксу поедет в Загреб на первенство младежи. А пока тренировочные сборы для возрастной категории спортсменов 17 лет и старше. Здесь звезды российского бокса. Достаточно сказать, что на этом сборе принимает участие заслуженный мастер спорта, участник двух олимпиад, чемпион мира Сергей Водопьянов, заслуженный мастер спорта, серебряный пиздер чемпионата мира Евгений Тищенко, и чемпион России этого года, мастер спорта международного класса Константин Богомазов, все, город Москва, клуб Торпеда, и еще очень много мастеров спорта международного класса и мастеров молодежной и основной сборной команды стран. Москвич Константин Богомазов, мастер спорта международного класса, в Анапе бывал много раз и проходил здесь боевое спортивное крещение. Предстоящая олимпиада будет первой в его спортивной карьере. Был здесь на чемпионате России, по юношам, по детям еще выступал. Дальше больше, я уже здесь, ну, раз, наверное, 15. Мне нравится, здесь люди заинтересованы в развитии бокса. То есть Федерация бокса Анапы, Федерация бокса Краснодарского края, я думаю, они встречают команду. Здесь не просто команда какого-то Анапы, здесь сборная России тренируется, готовится к Олимпиаде. К этим сборам подключена юношеская сборная, что особенно ценно для тренеров и ребят анапчан. Потому что, можно сказать, не выходя из стен родной спортивной школы, они получают ценные уроки мастерства, общаются и тренируются с первыми перчатками страны. Впереди большинство из нас два выходных, давайте поднимем себе настроение. Для этого посмотрим следующий сюжет об интересном факте из истории нашей культуры. Кто-то улыбнется, кто-то подчеркнет информацию, которую просто обязан знать каждый россиянин, считающий себя культурным человеком. Ровно 144 года назад знаменитый русский поэт Фёдор Тютчев написал стихотворение популярное до сих пор. Я встретил вас, и всё былое в отжившем сердце пожилу. Музыку на стихи написали 10 лет спустя после смерти поэта, но до сих пор не выяснено, кто же всё-таки автор первой аранжировки. Этот романс дожил до наших дней, не теряя популярности в кругах высшего света позапрошлого столетия и получил заслуженное звание любимого народного романса в наше время. Мы поинтересовались у анапчана, гостей курорта, помнят ли они эти стихи, романс и историю его создания. Что вам говорят вот такие струхи «Я встретил вас, и всё былое»? Вожащим сердце жило, забыла. А вы, знака, что это такое? Стихи, прекрасные стихи, о которых стоит только мечтать, замечательные. А кто написал эти стихи? По-моему, Пушкин. Проза какая-то, стихи. А чьи? Вот не знаю, к сожалению. А вот ваша супруга? Наверняка знает. Я встретил вас, и всё былое. Что это, по-вашему? Стихи, чьи? Я не помню. Ну, это классика, однозначно. Не Пушкин. Романс исполняет Шаляпин. Бартолей. Что написал? Жуковский? Не знаю. Ну, это знаменитый романс на стихи твичи. Ну, Пушкин? Нет? Тютчев. Ой, да, да, это же классика наша, да. Популярный романс исполняют многие исполнители. Тютчев. Замечательный наш русский поэт. Романс, который, по-моему, любят все. Но, правда, путают его с некоторыми нашими поэтами. Пушкиным, Лермонтовым. Дорогие друзья, это Тютчев. И первый романс, первый этот романс исполнил, по-моему, Козловский. Это романс. Автор-исполнитель первый. Тютчев. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и в сердце стало так тепло. Федор Иванович Тютчев посвятил эти стихи 62-летней баронессе Амалии Крюденор, будучи сам в возрасте 66 лет. Они не виделись почти полвека, но трепетные чувства он пронес через всю жизнь. В этих стихах он вспомнил первую любовь к первой красавице Мюнхена. И Амалия не забыла русского поэта, дипломата, философа Федора Тютчева. Она появилась у постели поэта, уже разбитого параличом, и все былое ожило в его отжившем сердце. Это последнее, одно из самых сильных, по выражению чувств, произведений русского поэта. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В субботу, 9 августа в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29,31, ночью плюс 23,25 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Воскресенье, 10 августа в Анапе малооблачно, возможно, небольшой дождь. Днем плюс 28,30, в ночь на понедельник 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Продолжение следует...